Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. На Алтае продлен режим самоизоляции. Кого он коснется? Нет, конечно. А кто работать будет, если дома сидеть будем? Кладбище для братьев наших меньших в Барнауле призывают к цивилизованным похоронам домашних животных. Не спим и другим не даем. Главный Барнаульский проспект ночью еще более шумный, чем днем. Итак, на Алтае продлили режим самоизоляции почти до сентября. Но только для пожилых губернатор Виктор Томенко внес соответствующие изменения в противоковидный указ. До 22 августа люди от 65 и старше должны оставаться дома и покидать его разве что для похода в магазин и аптеки. Работающим пенсионерам предлагают вновь оформлять больничный. В целом же домашний режим пожилых людей в крае длится уже 4 месяца и некоторые пенсионеры признаются устали. Что они думают о новой попытке уберечь их от вируса, мы спросили у них самих. Дело в том, что не всегда получается сидеть дома. Есть какие-то проблемы, которые нужно решать, выходя из дома. Поэтому у меня не получается. Приходится выходить. Дома нет, конечно. А кто работать будет? Если дома сидеть будем, то денег зарабатывать будет для семьи. Так я никуда не хожу, только в больничью. Вот седьмая поликлиника там у нас дома. И туда вот вон кодиспансер, в краевой. Больше никуда дома. У меня и сил-то нет ходить. У меня нет дачи. Буду сидеть дома. А куда деваться? Будет, будет. Буду, буду. Мы уже это испытали. Все, уже сидели дома, не выходили никуда. Но ничего, зато сохранили мы здоровье. Правильно? Главное, чтобы все были здоровы. Главное, чтобы все были здоровы. И родные, и близкие. На дачу поеду. Я редко приезжаю сюда, так что на дачу мне лучше гораздо. Будете ли вы контролировать свои... Да, контролируем. Мы говорим, чтобы вы сдержались от работы. Это для людей. Самое главное – не болеть. А между тем, за последние сутки в крае зарегистрировано 183 инфицированных. В тройке лидеров по приросту – Бронаул, Рубцовск, Бийск. В районах новых заболевших – единицы. В целом, за последние дни наблюдается тенденция к снижению числа зараженных. Жители уверены, это напрямую связано с тем, что тестируют на коронавирус теперь далеко не всех. К другим темам. Хоронить животных цивилизованно, с надгробиями и оградкой. Об этом давно думают депутаты КЗС. Новые поправки к Конституции о бережном отношении к животным сделали эту идею актуальной. Вопрос уже обсуждают в мэрии. Андрей Дреер продолжит. Это кадры одного из самых человечных фильмов о собаках. Хатико в очередной раз показал миру, что домашнее животное – это что-то или кто-то больше, чем просто зверь. Но таких доказательств в культуре немало. Чего только стоит название книг «Собака, которая не хотела быть просто собакой» или «Пес, который говорил с богами». Но, как ни странно, веру человека в то, что животные не хуже, демонстрируют лучше всего не обложки книг, а надгробия. Именно здесь, на кладбище домашних животных, и понимаешь, что песики и кошечки были настоящими членами семьи. Долгое время государство отказывалось это признавать. Например, здесь, на кладбище, хоронят незаконно. В регионе такой вид захоронения животных санитарными нормами даже не предусмотрен. Но тут о достойном отношении к животным упомянули в обновленной Конституции. Подоспели и краевые депутаты, пока они обсудили проблему с городскими властями. «Сегодня мы вновь возвращаемся к этому вопросу, потому что эта тема больная. За эти годы кладбище выросло уже до довольно-таки серьезных размеров. И рано или поздно эта проблема выйдет уже за рамки существующего, так сказать, территориального объекта. И тогда придется принимать скоропалительные меры для того, чтобы все это узаконить, привести в порядок и жить в цивилизованном обществе». Сергей Писарев уверен, что легальный процесс захоронения питомца – это, во-первых, элемент правильного воспитания детей, а во-вторых, для многих – просто необходимость. «Это же здесь душа лежит. Вот вы чувствуете, какая... Это же была целая церемония здесь, потому что животные – это члены семьи». В том, что члены семьи нужно хоронить с достоинством, уверены и ветеринары. «Я отношусь положительно к созданию кладбища для домашних животных, так как благодаря этому можно снизить случаи бесконтрольного захоронения трупов животных, которые могут привести к вспышкам эпизотологического характера. Бесконтрольное захоронение происходит часто в результате незнания людей о правилах утилизации и их последствиях». Да и не у всех есть средства на кремацию. В Барнольском крематории для животных эта услуга стоит больше трех тысяч рублей. При этом, как нам сказали, зимой на сожжение животных стоят очереди. А в муниципальной ветлечебнице объясняют, есть еще один легальный, безопасный и дешевый способ проводить питомца в мир иной. «Воказываем услугу по принятию трупов. То есть мы принимаем трупы, у нас с организацией заключен договор на их дальнейшую утилизацию на яму-бекари». Яма-бекари – это устроенный по санитарным нормам скотомогильник. Глубокий подземный резервуар, где копятся трупы животных. Цена таких похорон – не более 200 рублей. Но этот способ, конечно, не для тех, кто на питомца смотрит, как на члена семьи. Поэтому именно кладбище для животных здесь многие так ждут. О, старина, ты до сих пор ждешь. Кладбище – это, конечно, хорошо, но о том, ценим ли мы животных, мы судим по отношению к живым. И вот так получилось, что рядом с нашей редакцией, рядом со стадионом «Динамо» собака родила щенят. Если сможете, придите и заберите. Барнаульцы жалуются на ежедневные народные гуляния на проспекте Ленина. Говорят, спать невозможно. В вечернем рейде поучаствовали и мои коллеги. Автомобилист не привычил скорость и не забыл включить поворотник. Инспекторов смутил ревущий на весь проспект глушитель. Остановили, замерили уровень шума. Водителю везет. В шумовые рамки в этот раз уложился. До штрафа ему оставалось немного – 10 децибел. До 96 – это допустимые показания. Если свыше 96 децибел, то тогда все, идет нарушение. Часто нарушают, особенно в вечернее время суток, выходные дни. Сколько нарушителей, допустим, за воскресенье, как правило? За субботу. За субботу бывает и 5, и 6 человек. Ездят на машинах с такими глушителями, которые нарушают покой граждан, превышают допустимое количество децибел. Штраф за вот такую вот установку нестандартного глушителя – 500 рублей. С начала этого года на штраф нарвалось почти 60 любителей порычать. Но если за нестандартный глушитель мера ответственности прописана, то на дрифтеров у права пока нет. Лишь профилактические беседы поясняют инспекторы. Ленинский проспект после захода солнца уже давно живет особой жизнью. Автомобилисты гоняют, шумят, лишая местных жителей отдыха и сна. Соцсети пестрят жалобами и недовольством на нарушителей покоя. От ночного шума родители элементарно не могут уложить детей спать. Ребята, я все понимаю – лето, молодость, перед девочками повытрепываться. Но невозможно спать, укладывать ребенка, отдохнуть. Только уложишь ребенка, который и так плохо засыпает, зубки режутся и начинается. То олень на машине с музлом прокатится, то малолетки песни орут. Часто от граждан поступают жалобы, что в вечернее время не дают покоя, уснуть не могут, шумят. Молодежь, музыка громко играет. Гоняют, музыку слушают. А, это да, это стали они маленькие. Кто кого перебьет, вот так у них. Вот не то, что они именно для себя, а не для покрасоваться надо, для общества. За покрасоваться после 10 часов вечера уже больше года прописано мера ответственности. Штраф от 500 до 3000 рублей. Правда, уровень шума нужно замерять специальным прибором. Но, как показывает практика, говорят юристы, такой прибор они по факту не используют. Так что жителям Ленинского проспекта ничего не остается, как засыпать летом под аккомпанемент. Ребята, давайте слушать музыку всю ночь вообще. Че, как эти вообще. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Вот жители Барнаульской многоэтажки негодуют. Прямо под их окнами постоянно образуется сфалка. После долгих хождений по инстанциям люди выяснили, кто должен ликвидировать мусор. Вот только вывозить его никто не собирается. Тему продолжит София Иценко. Бутылки, доски и прочий строительный мусор. Прямо в центре города, возле жилого дома, образовалась настоящая свалка. Вот уже несколько месяцев мусор не вывозят. Вместо этого свалка только растет. Уже полгода жители вот этой многоэтажки по адресу проспект Ленина, 119, наблюдают из окна мусор. Сразу говорят, в администрацию обращались. На просьбу ликвидировать свалку получили письменный ответ. Подтвердился факт несанкционированной свалки. Было направлено письмо в институт финансово-экономический, чтобы ликвидировали. Но до сегодняшнего дня никаких мер не предпринято. Ничего не убрано. Более того, разгрузка продолжается и по сегодня. Финансово-экономический институт – хозяин этого участка. Земля частная. Это все и осложняет. Нам власти железнодорожного района ответили уже более подробно. Сказали, проверка территории была, но в рамках дозволенного. В администрации железнодорожного района ранее выдано предписание об утилизации, скажем так, там были ртутные лампы и строительный мусор. На что ВЗФИ предоставила нам ответ, что данные лампы, скажем так, были утилизированы. И так как это частная территория, она была огорожена для предотвращения проникновения туда посторонних лиц и, скажем так, складирования каких-то посторонними людьми бытовых отходов. После вмешательства администрации ртутные лампы действительно убрали, а место обнесли забором. А вот убирать свалку пока не собираются. В институте объясняют, осенью здесь начнется строительство спортивного комплекса. Тогда и уберут. Палки какой-то нечего делать, простите, пожалуйста. Знаешь, когда идет стройка торговых центров, никто ничего. А когда вот мы начали строить хорошее мероприятие, значит, начинаете палки в колеса вставлять. А пока свалка строительных отходов обрастает бытовыми. Ограждения хоть и есть, но даже мы попали внутрь без труда. И, судя по мусору, здесь, в полуразрушенных строениях, регулярно собираются любители выпить и покурить. Наркоманы постоянно собираются. Полиция у нас. Наркоманы, бомжи, все здесь. Полиция раз в неделю точно выезжает. Это, во-первых, частная территория. Она на данный момент огорожена. И доступ на эту территорию закрыт посторонним лицам. Если лица какие-то проникают, это уже, скажем так, это уже нарушение идет. Проникновение на частную территорию. Однако проникновение есть. И даже если самого собственника растущая свалка не смущает, такое использование участка противоречит земельному кодексу. Собственник земельного участка должен и обязан принимать меры по предотвращению сброса, а следовательно, несанкционированного размещения отходов. Загрязнение земель, так как это требование законодательства Российской Федерации как земельного, так и природоохранного. А иначе штраф. До нескольких сотен тысяч рублей. Ждать строительства спорткомплекса для того, чтобы свалку ликвидировали, жители не устраивает. Они готовят коллективное обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор края. София Иценко, Александр Антропов. День с толком. Темп не закрывался. Владельцы спортивного клуба Барнаула прокомментировали нам, что по факту учреждение не прекращало свою деятельность. А сегодня последний день запрета на проведение соревнований, которых и так не было из-за пандемии. Накануне в интернете началось бурное обсуждение ситуации вокруг Темпа. Судебные приставы наложили ограничительные меры на его работу из-за нарушений, выявленных еще в феврале. Тогда специалисты указывали, что нет информационных стендов о правилах поведения, мест хранения предметов, медпункта, металлодетектора. В итоге суд вынес решение внести ограничительные меры всего 7 дней. Сегодня последний из них. Информационные стенды и так далее, это мы устранили буквально в следующий день. Единственное, что по лицензии медицинского кабинета мы сейчас в процессе ее получения. То есть это не быстрый процесс, и мы в процессе ее получения. Мы, естественно, понимаем, что нельзя проводить спортивные соревнования. Но темп не пустует. Не так давно в спорткомплексе возобновили тренировки членов сборной края по футболу и ждут второго этапа снятия ограничений. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Будьте здоровы! До встречи!